Девушки отдыхают Локально, там где точки вспышки заболеваний, опрыскивать их Или подкармливать растения, или защищать Перспективно Здесь мы ориентировались не на очень большое хозяйство То есть не глобальное, а где фермерское хозяйство Где можно подкормить, увидеть Надо их крутануть где-то в каком-то сельхозпредприятии Пускай берут свои дроны, смотрят поля Они у нас разные в силу климатических условий Это понятно А плодородия почв разные Иногда вот едешь, видишь, желтое поле пятно Дальше желтое, особенно в этом году Дальше более-менее зеленое И вот там, где они пожелтели, эти поля Надо растения поддержать, подкормить Так что берите свои аппараты И обеспечим Автобус есть? Да, все есть Это интересно посмотреть Успех у вас Не буду вам задерживать Учитесь и работайте Позовите, когда будете поля окучивать Обязательно Я так понимаю, это твой проект, да? Да, здравствуйте Меня зовут Орсик Сергей Я выпускник национального детского технопарка Ты уже учишься в вузе, да? Да, студент первого курса БГУ Ира Хочу представить вам свой проект Систему распознавания и освеживания эмоционального состояния человека Все мы знаем, что эмоции влияют на жизнь человека На его способность взаимодействовать в команде с другими людьми И, в принципе, на многие аспекты жизни И регулирование эмоционального состояния является приоритетной задачей психологов, компаний Либо же в учреждении образования, в сфере безопасности, на массовых мероприятиях И поэтому была разработана следующая система Которая позволяет в автоматическом режиме сканировать и отслеживать эмоциональное состояние Ну, а теперь хотелось бы продемонстрировать именно саму работу проекта То есть мы просто используем веб-камеру ноутбука и вычислительные мощности Тем самым можем отслеживать эмоции Сканирование в основном проводится от рабочего... Чувствовать у вашего руководителя Был страх, интерес Мы ставили не весь спектр эмоционального состояния Потому что это уже сложность написания модели То есть все мы понимаем, что эмоциональный спектр очень широкий И поэтому это, опять же, нужно смотреть в долгосрочной перспективе Понятно Спасибо Творите, делайте Если это в жизни пригодится, в стране будем поддерживать Спасибо, ребята Добрый день, я думал, у нас тут уже роботы сантовки Да, мы и роботы, да Юлия Николаевна Матрончик, старший преподаватель капитал робототехнические системы БНТУ То есть здесь вот я в основном направлении То есть занимаешься сама роботами? Ну, уже 25 лет учу, как программировать, как проектировать Пытаемся вот ребят тоже приобщить к нашему направлению Но они не хотят 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 Вот это самое главное Что у них есть желание Заряженные, хорошие ребята И что, ребята, ваши роботы уже могут делать Здравствуйте, я Шрико Тимор Уже студент ББУИРа поступил по льготе технической Здесь проходил подготовку У меня прототип промышленной системы быстросменных захватов Он из себя представляет роботоманипулятор И специальные кроватки, на которых хранятся сменные насадки Предназначение данного прототипа изучить возможность создания промышленного комплекса Который позволит исключить человека из процесса замены насадок инструментария Я боюсь, что ты скоро, Тимур, исключишь всех людей из процесса производства У него лукар, как раз управляющая специальная зачатка Чем заниматься людей будем? Дистанционное управление То есть он может, в принципе, находясь в безопасной какой-то... Это понятно, но он своим роботом заменит 100 человек Куда мне девать 99? Пускай учатся управлять роботами А вдруг столько нам не надо роботов? Ну, смотря под какие задачи Есть ли какое-то опасное производство? Есть такая проблема, чтобы ты знал На Западе она очень остро уже стоит И рабочие забастонки устраивают Когда внедряются роботы Это у нас еще Подобная ситуация была на заре промышленной революции Люди боялись станков Что займут у них работу, а где они работать будут? Но, как мы видим, появились множество других профессий Связанные с этими станками Ну, я понял, намекаешь на то, что на Луну поведем работать Это тоже перспективно Марс перспективнее Хорошо Меня зовут Автилевич Данил Моя система транспортировочная У меня была идея придумать какую-то новую технику транспортировки грузов И я решил попробовать не машинки, не гусеничные, а именно вот шестиногое устройство Паукообразное, да? Оно может и медленнее, чем, допустим, на колесах Но оно может... Вот коробка упала, а машинка не может через нее перепрыгнуть А он может спокойно еле ее отодвинуть своими лапами Или переступить Переползут Ну, ты не замыкайся только на своем вот этом изобретении Конечно, надо развивать его Но не замыкайся, что-то и другое изобретай Спасибо Спасибо вам, что вы с нами Пауки нам нужны Я бы с вами не был, если бы это мне не надо было И ребята же, это же гордость Это гордость нашей страны Мы стараемся им просто дать возможность раскрыться То есть у них большой, богатый потенциал Самое умное будущее наше Добрый день Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ребята, нам очень-очень нужны Вы очень присаживайтесь Чем быстрее, тем лучше Я по всему миру ищу на атомную станцию сотрудников Поэтому от обычных операторов до директора Готовы вас принять на атомную станцию Во главе с вашим преподавателем в любое время Вы очень нужны Поэтому побыстрее, побыстрее надо Мы хотели как раз-таки попросить у вас поездку на атомную электростанцию Потому что у нас, ну... Вопрос решен Поедете Спасибо Надо пусть посмотрят Это уникальное сооружение, очень интересное Вопрос возникает с допусками, там по времени Все, все, все Допуски обеспечим в любой день Когда решите, отвезем вас туда Я уже вам дал допуск, езжайте Спасибо большое Да Давайте поближе Кто повыше Эдуард, ты виден там? Да Спасибо Потографии передадим Спасибо 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 В Беларуси образуется более полумиллиона тонн древесных отходов В то же время мы импортируем более 570 тонн активированного уголя в год Поэтому мы решили получать из опилок активированный уголь Для этого мы обработали их химически, ортофосфорной кислотой Подвергли двухстадийной термической обработке И получили активированный уголь содержанием То есть мы опилки можем не сжигать, не выбрасывать, а превратить их в уголь Он намного дороже И импортозамещение Когда мы будем этим импортозамещением заниматься всерьезно Ну вот изобрели они Теперь надо доказать, что этот уголь мы получили и кому-то отдали, они довольны Твоя задача заняться реализацией этого проекта Если это импортозамещение, то мы будем искать деньги для этого Готовый образец обладает всеми свойствами как тетропак Но есть основные преимущества Во-первых, он био разлагаем полностью В зависимости от количества слоев он может в разное время То есть от 1 месяца до 12 удерживается жидкость Он водонепроницаем За счет того, что вот это основные компоненты Которые включены в био-биопак, они просто склеены Вот этот слой с тем же самым углем Он не пропускает фиолетовое излучение, то есть свет И поэтому молоко не скисает То есть если вам оказать поддержку, вы создадите это производство Да Значит, Владимир Ильич, Минск должен этим заняться Тронтальная ванна на контроле Это очень нужная вещь Но одно дело создать и сказать Да, мы научимся Другое дело, чтобы они создать им условия Которые они потребуют Если вы к этому готовы, вот Минск этим займется Будем технически поддерживать Вперед, не останавливайся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok